так я выбираю место куда мы едем едем в самый край да и уши давай туда или и вот тут где если столик есть нам в принципе там столик есть и а а а а а а а а а Праздник, мужики! Продолжение следует... Какая у вас депрессия, какая у вас может быть депрессия, вы живёте на море, идите на море, купайтесь, дышите воздухом, какая может быть депрессия, если ты живёшь на море, ещё и на Азовском, красота, тут снимай трусы и беги купаться, понимаешь, у нас прелесть, да, погодка сегодня... Ну, и... И здесь прям под навесом... И туда вот солить есть какие-то... Не знаю, кто тут просто... Или второй вариант, поехать туда, где клеёночка обтянута... Это Дерафаля, нет? Ну, это Дерафаля, нет? Ну, это Дерафаля... Не, раньше, раньше... Я за то, что вот это, где клеёночка обтянута, там бы хоть где-то... Так думай, что-то посидеть... Зелёный Берзендес... Это почти как пробой... Да, да... Приветствую, друзья! Приехали на песчаный пляж, ищем место для приготовления шашлыка... Погодка нелётная, как говорится, сами видите... То, о чём я и говорил... С утра дождь, после обеда солнце, и так каждый день... Прогноз не катит... На него можно не смотреть вообще... Выглядит как-то невнушительно, да... Тут поддувает хорошо... Если честно, тут даже больше сквозняков, чем снаружи... Да... Что-то вообще... Навес есть, но... Ты даже помнишь, мы тебе кодки скидывали с Габрилой, когда Новый год летом отмечали? Да, да, да... Новый год? Да... Здесь? Барбро отмечали Новый год, именно Санта-Клаус был именно на пляже летом... Все в костюмах, в дождиках-то... А, лет... Прикинь, да... Лежишь, загораешь тут... Елку вы, простите, мы лежали... А тут этот... Дед Мороз такой, да, лыжа... Кому кого-то било... Да, так они так и делали... Ещё на сапах катали... Ну, Санта катался... Катал людей... На банане, да? На сапах вот этих... А, понял... Ну, с веслами, короче... Да, да, да... Это вот это тут было... Вот ты сейчас тут пишешь... Так, а что там плохо, да, в Бесельске? Да... Там ещё больше сквозит... Да? Друзья, моя родная сестра и её дочь... Вы меня уже видели, наверное... Видели, видели... Сын... Младший... Старший сын... С папой... Сейчас находится в Челябинске на соревнованиях... Спортсмены... И артисты... Ага... И танцоры забыл сказать... И артисты, я сказал... Сашлычок... Сашлычок тут удаст... Вау, какой запах! Да... Отличный запах! Да... Отличный запах! Все будет, Игорь, Бог... Все переносим сейчас, Игорь... Погода нам не мешает... В любую погоду... Главное... Хорошая компания... Правильно? И настроение! И настроение, правильно, да... Самовар... Все как надо! Сашлычок будет сегодня доявлен! Класс! Как настроение? Замечательно! Хорошо! Тристан, привет! Как настроение? Нормально! Нормально! Скоро будет чай горячий! Трубы нету... Куда-то труба делась... С трубой он намного быстрее закипает... А так... Может очень долго... Ну... Потихоньку будем подкидывать... Подспатривать... Трубы нету... Ну... Стройка! Дима, расскажи, что за самовар? Откуда он у тебя? Это самовар я купил у цыгадей случайно на рынке, на центральном. Смотрю, стоит, говорю, сколько они там? Та 700 рублей хотел. Я говорю, за 600 отдаете, у меня как раз 600 есть. Рублей или гривен? Гривен. А, гривен. Это было еще лет 15 назад. Ого. Ну он, правда, не такой был. Я его чуть подхачапурил. Он был вообще ужасный, там накипу было в нем. Ну ничего, почистили под это. Всегда на природе, даже на кладбище берем, когда на поминальный день ездим. Прям на стол ставим, и вот там люди приходят чайку попить. А вообще на природе вещь незаменимая. Хоть на рыбалке, хоть в лес поехать отдохнуть. Самовар с собой, это вообще идеальная вещь. Я знаю, что у тебя был еще один самовар, да? Да, был вообще такой старинный. С медалями тут выбитыми, там гербами. Класс. Где он? С подписями. А вот не знаю, где-то делся и, короче, не можем найти его. Ну ничего. Главное, что мы все живы. Это точно. Да, жизнь продолжается, будем жить дальше. Правильно. Правильный настрой. Да. Все верно. Вы все равно победили. Однозначно. Люди, которые хотят жить и любят жизнь, они все равно победят. Как бы им тяжело не было, какие бы испытания в жизни не были, они все равно победят. Потому что у них желание жить. Да. А это самое, что должно быть у человека. Согласен. Желательно жить по-человечески, по совести, а не просто а быка. Ну, как так. Девчата, кто-нибудь хочет Байкала? Кто-нибудь хочет, и я хочу. Еще кто-то хочет, и я хочу. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Вообще я люблю чай по-цыгански. Это чай, который вообще просто необыкновенный. Это когда вот там кипятит вода в Сабоваре, потом берешь поленка, там тушишь, чтобы там запах дымка был, аромака. И когда вот чай заваришь, туда нужно добавить немножко пробочку коньяка. И ложишь туда пол клубнички, четвертую часть апельсинчика, четвертую часть лимончика и зелени мятки. Немножко вот туда сверху шапочку мяты так положить и дать ему. И вот так плюешь, это просто. Это называется чай по-цыгански. Бородский чай по-цыгански. Такой вот на природе, когда в цыгане отдыхают. Я отдыхал в Адруб-Таборе летом. И вот пил такой чай. И он у меня в памяти остался вообще просто попло. Хорошо, тепло, в огне. Да, вообще класс. Супер. Жалко, конечно, что трубы. Тристан идите и погреться здесь офигенно вообще. Много горит этот. Закипает Сабовар. Это не очень нравится. Мы не пищем. Когда был этот Мариупольфест, помнишь тут первый? Да. Вы были до него? Мы не были, но у меня все друзья были. Женя, я там продал 12 казанов флова. Ничего себе. У меня было два казанчика. Это пипец. Я в одном готовлю, другой продаю. Этот готовлю, тот продаю. У нас работало два вот этих сабовара. И вот тот мой старинный работал. И вот этот. Мы вот этот сабовар чуть испалили. Ну очередь за чаем стоит. И я еще конечок туда подливаю. Да, понятно. Люди, давай там клубничку кидаю. Лебончики, апельсинчики там. Все там это. И люди, давай, давай. И ви, я у нас сюда живом огне. Это сколько? Три-четыре дня было, да? Да. Я помню, что мы планировали. У нас все друзья были. У нас ни одного не было, кого не было здесь. Только нас. А теперь зато тут никого нет, только мы. Мариуполь. Пусть будет счастье и здоровье. И пусть на все хватает сил. И каждый день в обычной жизни, чтоб только радость приносить. Браво! Да я зачитаю Шекспира. Мой любимый. Во сколько раз прелестней красота, Когда она правдивостью богата. И даже как самая красивая роза не прекрасна, Но и та прекраснее вдвойне от аромата. Шиповник он с алой розой схож. У него шипы тоже цвет зеленый. Он вроде бы как роза, И приманчив, и пригож, Когда его распустятся бутоны. Но он Прекрасен лишь только внешне. Оттого Он жалок жизни И жалок увяданьи. Но то у роз, Их вечное естество, Са моих смерть Родит Благоуханье. Вау! Браво! Браво! Нет, тут я вам все. Все! Стихи закончили, да? Нет, нет! Не планируй неудачу, Жизнь помчится кувырком, Ты поставь себе задачу, Меньше думать о плохом. О! Мысли наши универсальны, Не надумывай беду, Слово каждое реально. Что ты мелешь ерунду? Даже я не помню. Это у меня брат научил тогда. Я его уже тоже забыл. А Вова нам написал На холодильнике Его весь. И мы все себя его учили. Класс. Дед Мороз подходит к деткам И говорит, Расскажи стишок, Получишь подарочек. Все такие, Там елка, елка, Зеленая футболка. А Давид такой, Не планирую неудачу, Деду говорит, Жизнь помчится кувырком. И рассказывает этот стих. Дед растерялся, Залазит в этот свой мешок И даже не знает, Что ребенку за такой стих подарить. Потому что все подарки, Купленные для других детей. И что ты там, Какую-то ему безделушку нашел. Ну такую какую-то. Или мандарину даже. Ну что ты дал ему. Все прозрели. Вот это дитё. Да, стих отличный. Девчонки, Бутылочки нет у нас спасовой. Такой. Поливать или что? Ну чуть-чуть. Притушим сейчас. Ох. Мясо вообще, Ой, Просто как сказка. Побарировалась вообще песня. Так, Кто подержит? Да. Что? Класс. Класс. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Фруктовые деревья Ух ты! 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 Ух ты!